Всем привет, друзья, с вами Маламадрас. Сейчас в Китае проходит бета-тестирование обновления 0.10, и я уже делал полный обзор всех новиночек, фишечек, новый транспорт, оружие и даже несколько секретных локаций. Если вы все еще этого не видели, обязательно чекайте по ссылкам в описании. Так вот, как я и предполагал, так как это бета, туда скорее всего будут добавлять еще больше новинок и возможно что-то даже выпилят из игры. Так и оказалось. Ну начнем с того, что исчезла секретная локация на карте Мирамар. Никакого городка на Диком Западе, никаких трамплинов для мотоциклов, никаких секретных сундуков, ну если вы впервые об этом слышите, то обзор на эту локацию я также оставлю в описании. Короче, нет ее. Во всяком случае она больше не стартовая, и возможно теперь ее нужно будет искать как у нас на Эрангеле. Неизвестно пока временно это решение или нет, пока уж эта обнова дойдет до Европы, я думаю точно все станет на свои места. Но убрать ее со стартовой локации было бы логично, иначе какой смысл в этой секретной локации, если о ней знают все. Гораздо интереснее было бы найти ее совершенно случайно. Что же касается нововведений, это динамическая смена погоды в PUBG Mobile. В интернете уже есть кадры с тропической карты Санок, где идет дождик, но так как у меня есть возможность поиграть на бете 0.10, я пытался найти ее. Но то ли вероятность нахождения подобной карты с динамической сменой погоды очень низкая, как например было и с ночной картой, поначалу я вообще не мог ее найти, либо разработчики могли ее также временно выпилить из игры. Я уже обрадовался, когда мне попалась карта Санок с паспорной погодой, и временами казалось, что вот-вот с неба обрушится такой сильный ливень, что все утонут нахрен. Посмотрите на эти темные тучи. Но к моему сожалению, до самого конца катки не упало ни одной капли с неба на горячую землю джунглей. Но геймплей я видел, а именно у Рейла Гарта, либо он такой везунчик, либо дождик уже успели временно убрать из беты, а я не успел его потестить. Возможно он получился багованным, и каплю убивали игроков, расплавляя их как раскаленный напалм. Будет ли она конкретно в 10 обновлении, это мне точно неизвестно, но то, что ее добавят в будущем, это факт, потому что в принципе это не сказать, что новая штуковина. Если ночная карта появилась только в мобильной версии, то динамическая смена погоды уже давненько есть на ПК-версии. Началось все с карты Санок, где пасмурная погода радовала игроков подкрапывающим дождиком, иногда переходящим в ливень. А теперь даже в пустыне можно встретить подобное. Ну а нам с вами остается только ждать этого обновления, и нужно помнить, что это, блин, мобильная игра, и уже столько всего есть прикольного. В общем, в очередной раз на весы прогрессирующего мобильного гейминга падает огромный булыжник. То ли еще будет дальше, а представьте, сейчас дождь, а затем снег, или, например, вот так хотите? А это, блин, уже есть, это тоже Tencent, если что, только другая игра и ни капли не мобильная, пока что. Но я уже ничему не удивлюсь, если ее скоро анонсируют на телефоны. Короче, поживем, увидим. Ну и, в общем, этот мой коротенький выпуск подошел к концу. Пишите в комментариях, хотели бы вы динамическую смену погоды, а именно дождь. А также ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. С вами был Маламадрас, увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok